Продолжу тему глобальных изменений, на пороге которых мы все сейчас стоим. На прошлой неделе я говорил, что мир ожидает и финансовая революция, связанная с переходом на криптовалюты в межгосударственных расчетах. И это фактически крах доллара как мировой резервной валюты. Россия уже разрабатывает концепцию собственного крипторубля. Похожее заявление прозвучало в Китае. На этой неделе события, подтверждающие переход целых стран и экономии к возможному отказу от доллара при расчетах друг с другом, начали нарастать. Министр финансов Казахстана Бахет Султанов объявил о создании казахской криптовалюты. Но еще интереснее, что Исламский банк развития подтвердил, что криптовалюта не противоречит законным принципам шариата. И тоже начал разработку технологий в этой области. В Исламский банк развития входит 57 стран, в том числе Саудовская Аравия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Пакистан и так далее. Это еще одно свидетельство того, что, например, торговля нефтью может уйти от доллара. А в России вообще интересная история. Руководитель Сбербанка Герман Греф вдруг заявляет, что не верит в создание крипторубля. Но при этом Сбер на прошедшей неделе вошел в альянс для развития криптотехнологий на базе платформы Эфир. Создатель которой, как я говорил в прошлой программе, встречался в июне во время Петербургского экономического форума с президентом Путиным. Кроме того, в России идет процесс привлечения к работе над русским крипторублем и наших ученых, покинувших когда-то страну. Есть информация, что криптовалюту не будут вводить одновременно по всей территории, а для начала опробуют на Дальнем Востоке. И там уже проведена подготовительная работа. Причем, если самая известная криптовалюта биткоин не обеспечена ничем, кроме защищенности от государственных служб, то дальневосточную криптовалюту хотят обеспечить, вы не поверите, бриллиантами. Дело в том, что на Дальнем Востоке сосредоточено, по словам генерального директора Фонда развития региона Алексея Чекункова, более 40% мировых запасов алмазов и третьих мирового производства. В фонде уже создана цифровая платформа «Восход», которая с января 2018 запускает торги криптовалюты D1Coin объемом в 100 миллионов долларов. Каждая цифровая монетка D1 обеспечена одной тысячной каратой эталонного бриллианта. А сами эталонные бриллианты, которые служат обеспечением этой криптовалюты, планируют хранить в сейфах в Сингапуре. Причем все они будут застрахованы. Еще в августе этого года Центробанк зарегистрировал правила, позволяющие платформе «Восход» вести цифровые операции, включая криптовалюты. В Фонде развития Дальнего Востока говорят, что если эксперимент удастся, то его можно будет распространить на всю Россию. Может, конечно, история с бриллиантами – это просто попытка повысить интерес к их покупке. Но в любом случае создание криптовалют, обеспеченных ценностями и при этом невидимых для американской системы финансового регулирования SWIFT, сделает антироссийские санкции, например, бессмысленными. Потому что американцы не смогут контролировать, откуда и как пришли в Россию деньги инвесторов.